В Чувашии существует проблема, касающаяся более 4 тысяч семей. Их дома, построенные почти полвека назад, объявлены вне закона. Сегодня в них нельзя прописаться, невозможно продать или обменять. Сотни таких домов находятся в Новоюжном районе и восточном поселке Чубаксар. В ближайшее время должны быть снесены, и на их месте построен новый микрорайон. Наша съемочная группа побывала в микрорайоне Шанхай. История самовольных построек в Чубаксарах началась больше полувека назад, когда на новые производства приехали сотни молодых людей. Жить им было негде, и строить дома в этом месте им никто не запрещал. Землю собственность им не давали, но и не отнимали. Два десятка лет назад никто и подумать не мог, что настанет время, когда землю, на которой они прожили всю жизнь, придется отдавать. Лисо построившей самовольной постройки, он не становится собственником этой постройки. Он не может ее продать, не может ее подарить или каким-либо другим образом распорядиться, передать даже по наследству. При этом на нем также лежит обязанность по сносу этой самовольной постройки. Правда, снос этот должен производиться по решению суда в принудительном порядке. Этот микрорайон в народе называется Шанхай. Сейчас он находится под угрозой сноса. Разработан план застройки этого микрорайона, где планируется взвести высотные дома и всю необходимую инфраструктуру. В нем смогут проживать около 6 тысяч человек. Наши граждане пытаются через суд установить право собственности на самовольное строение. Однако на данный момент суды отказывают в удовлетворении ХИСКО. Пользование земельного участка, длительная, приобретательная давность, она подразумевает за собой добросовестность приобретения прав. А в данном случае этого не происходит, потому что у нас есть статья в Кодексе об административном правонарушении, как самовольный захват земельного участка. Отстоять свои позиции мы, я думаю, сейчас начнем. Опять заново новый виток. Потому что до этого у нас летом команда очень хорошая была. Люди ходили, выходили. Были задействованы адвокаты, которые нам документы помогли, чтобы узнать, в каких мы ситуациях жили до этого, в каких собираемся. Ну, мне кажется, заново надо, придется начинать, воевать. Жителям, по их мнению, есть за что бороться. В этих домах прошла жизнь многих поколений. Они считают, что имеют право требовать от власти признания и защиты их прав. Когда будут переселены жители будущего Кувшинского микрорайона, лишь вопрос времени. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Николай Яковлев, Республика.